Проблему загруженности улиц Вологды решают городские власти вместе с общественностью. Так в центральной части города могут появиться платные парковки, которые позволят решить проблему пробок и заторов в часы пик и сделать историческую часть областной столицы более комфортной для жителей и гостей города. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Движение на автомобилях в центре города затруднено. Водителям приходится много времени тратить на поиск парковочного места. Из-за большого количества припаркованных на обочинах автомобилей проезжая часть сужается, превращаясь в одну полосу. Поэтому образуются заторы и пробки. Неудобства терпят не только водители, но и пешеходы. Вологда должна быть комфортным городом. Такие цели ставят городские власти. Поэтому проблему перегруженности улиц и в первую очередь в центральной части города нужно решать в срочном порядке. Разгрузить центр города от автомобилей. И в первую, и в вторую, и в третью. Я сам наблюдал картину неоднократно, когда даже автобусы у нас по Марию Ленову или однострольные движения сейчас хотя бы так решили проблему. Автобусы не могут даже проехать. Все мы знаем, что в центре города у нас все очень плотно, все застроено. И огромная масса автомобилей приезжает сюда просто утром ставится, вечером уезжает. То есть люди приехали на работу и мешают другим жителям города, которые в центре у нас очень активно используются. Один из возможных вариантов решения проблемы – это организация платных парковочных мест. Это поможет оптимизировать пространство для стоянки автомобилей и увеличить количество пешеходных зон. Представители администрации города вынесли вопрос о создании платных парковок на обсуждение общественности. Этой теме было посвящено заседание рабочей группы общественного совета. Автотранспорт ежегодно увеличивается фактически на 5-10%. Количество автотранспорта растет, это только лично. Всем, к сожалению, места в центре не хватает. Даже на стадии обсуждения этот вопрос вызвал широкий общественный резонанс. Но проблему с загруженностью улиц необходимо решать, уверены представители общественного мнения. И организация платных парковочных мест – один из альтернативных способов. Лично мое мнение, вопрос по введению платных парковок, он своевременен. Делать это нужно именно с учетом сложившейся застройки в городе Вологде, чтобы разгрузить центр. Поэтому я думаю, что этот вопрос, он должен быть, я думаю, его всем нужно просто обмыслить еще раз и понять, что я думаю, это именно необходимость уже города, именно необходимость города Вологды введения платных парковок. Мы сейчас все видим, что центр города совершенно перегружен транспортом. Многие предпочитают приезжать на работу, на машине. Вместо того, чтобы проехаться на общественном транспорте, как альтернативном виде передвижения, трассы у нас перегружены. То есть это создает очень много проблем. Большое количество машин в центральной части города не только затрудняет движение. По словам специалистов, такой поток автотранспорта может повлиять на состояние исторических зданий, памятников архитектуры. Во многих европейских странах и в крупных городах России платные парковки уже доказали свою эффективность. Говорят, что эта система работает и в принципе направлена на то, чтобы уменьшить количество автомобилей, чтобы пересадить людей с автомобиля на автобус. Задача это снизить количество пробок, сделать передвижение по городу комфортным. Никому неудобно ехать ни в автобусе, ни в машине, если мы все вместе стоим в одной огромной пробке. Предполагается, что в час парковочное место обойдется автомобилистам от 30 до 40 рублей. Этот вопрос еще будет обсуждаться. В ближайшее время городские власти встретятся с представителями общества автомобилистов. Если идея будет реализована, то это позволит сделать центральную часть города комфортней для передвижения в Алакжан. Все вырученные средства пойдут в бюджет города. Они будут направлены на содержание, ремонт и строительство улиц и дворов города. Полина Солота, Михаил Прищев, Вологда Портал.